Московские центральные диаметры 10 лет назад Москва вступила на путь развития железнодорожной инфраструктуры. В 2016 году открылось Московское центральное кольцо, для которого сделали современную инфраструктуру для лиц с ограниченными возможностями, поставили в составы «Ласточек» и реализовали не самые плохие проекты для станций. После успеха системы власти начали развивать радиальное направление Московской железной дороги. Так появился проект МЦД. Для него решили соединить 10 радиальных направлений и создать 5 диаметров. Первые два уже давным-давно существовали, и их открыли в 2019 году. Для других диаметров было необходимо построить свои соединительные линии, и совсем недавно открылись МЦД-3 и МЦД-4. Начнем с общих черт для МЦД-3 и МЦД-4. Это деление на зоны. Центральная и пригород. Для МЦД-3 центральная зона начинается в Ховрино и заканчивается в Ухтомской. Для МЦД-4 начинается во Внуково и заканчивается станцией Реутов. Стоимость поездки в зоне центральной составляет 50 рублей, а в зоне пригород 65. Если вы захотите поехать из зоны центральной в зону пригород, поездка обойдется вам 65 рублей. А если вы захотите поехать из зоны пригород в зону пригород, поездка тоже обойдется вам 65 рублей. Все достаточно легко и понятно. Ещё одной общей чертой для МЦД-3 и МЦД-4 является неоткрытая станция Рижская. Перейдём непосредственно к диаметрам. Начнём логично с третьего. Он соединил между собой Ленинградскую и Казанскую части. Проходит от Зеленограда до Раменского. Ипподром находится в городе Раменское, поэтому географически я в этом плане точен. Для их соединения была полностью отреконструирована Медьковская соединительная линия. Была построена новая эстакада и новый туннель. Какие компании обслуживают его? На Казанской части это ЦППК, на Ленинградской МТППК. Из-за этого в какой-то степени было сложно договориться о подвижном составе. Потому как у МТППК есть контракт с Синарой, и тут ходят ласточки. А у ЦППК на Казанской части есть контракт с ТМХ, и там должны ходить Иволги. Как-то договорились о том, что по диаметру будут ходить Иволги. В итоге, как получается? Непосредственно от Ленинградского вокзала ходят ласточки и электрички Торжокского завода. От Казанского вокзала ходят электрички Демиховского завода. А по диаметру ходят ЭП-2Д и Иволги. Кстати, из-за того, что поезда МЦД-3 ходят и по диаметру, и до вокзалов, удалось добиться удивительных пятиминутных интервалов. Как так получается? Допустим, вот станция Духобора. В 10 утра сюда пришла электричка до Ленинградского вокзала. В 10.05 электричка до Ипподрома. В 10.10 электричка снова до Ленинградского вокзала. А в 10.15 снова до Ипподрома. Таким образом, поезда до вокзалов и по диаметру ходят каждые 10 минут. А между ними создается такой небольшой пятиминутный интервал. И что удивительно, он прекрасно соблюдается. Прямо сейчас мы передвигаемся в самом современном поезде на МЦД-3 и Волга 3.0. Это можно видеть по салону, он достаточно светлый. Сверху вы можете видеть экранчик, который показывает следующие станции и пересадки. Ну а также, докуда мы следуем. В принципе, здесь салон в основном обыгран именно в таком ярко-оранжевом, ярко-желтом цвете. И рядом с сидениями есть современные беспроводные зарядки, на которых вы можете зарядить свой телефон. А также между сидениями есть зарядки Type-C и обычный USB. На сегодняшний день D3 насчитывает в себе 38 станций. Малина и Рижская закрыты на реконструкцию. Станция Медькова, находящаяся на соединительной линии, строится. Реконструкция остальных станций продлится аж до 2028 года. Самыми важными из них будут Петровско-Разумовская, Авиамоторная и Косино. Их передвинут поближе к метро. А с Петровско-Разумовской еще и будет теплый переход на МЦД-1. На сегодняшний день на всем диаметре перестроили в современный проект со всеми удобствами всего две станции. Это Крюково и Ховрино. На Крюково появилось гигантское здание с индивидуальным проектом и тремя платформами. На первой платформе в ближайшем будущем будут останавливаться те самые Сапсаны. На второй электрички, следующие дальше в область. А на третьей поезда МЦД. На Ховрино очень похожий дизайн станции. Однако ее будут перестраивать, так как при размещении платформы Москву не учли строящуюся высокоскоростную магистраль. Самые удобные переходы на метро находятся на Ховрино, Электрозаводской, Выхино и на вокзалах. Помимо метро, переходы на МЦК в Лихоборах и Андроновке тоже весьма удобны и пользуются спросом. Переходим к четвертому диаметру. Он прошел от Апрелевки до Железнодорожного, соединив между собой Киевскую, она же Калужская часть, с Горьковской, она же Нижегородская. Для соединения Киевской и Горьковской частей четвертого диаметра была построена огромная эстакада от Поклонной до Беговой с новыми промежуточными станциями Кутузовская и Тестовская. Дальше центральный участок идет по давно существующей Алексеевской соединительной ветви через станции Белорусская, Савеловская, Марина Роща и площадь трех вокзалов, она же Каланчевская. Беговая и Рижская пока находятся на перестройке. В отличие от третьего диаметра, здесь всего один перевозчик, ЦППК, поэтому каких-то спорах о подвижном составе быть не должно было. Но к открытию и Волги не подвезли, поэтому сейчас МЦД-4 ездит на гемеховских электричках, ЭП-2Д, но помимо них есть и более современный тип подвижного состава. Это самая новая электричка гемеховского завода, ЭП-2ДМ. Она по сути является модифицированной версией ЭП-2Д, которая ходит по третьему и четвертому диаметрам. Но здесь есть несколько тонкостей. Во-первых, это цвет сидений. Они здесь только оранжевые. И здесь, конечно же, тоже есть зарядки. Во-вторых, здесь сделали современный экран, который показывает, к какой станции мы едем, дату, время и пересадки. С Горьковской частью все понятно. Здесь поезда транзитом проезжают через Курский вокзал и едут дальше на диаметр. А на Киевской части придумали несколько другую тему. Там разделили поезда. Те поезда, которые идут до Киевского вокзала, останавливаются только на станциях с пересадкой на метро. То есть они останавливаются на Апрелевке, а дальше только на Переделкино, Очаково, Минской и Аминевской. Поезда же диаметра, которые идут потом на Горьковскую часть, останавливаются на всех станциях. И затем уже спокойно после поклонной переходят на центральную часть. Что касается станций, то здесь ситуация диаметрально противоположна третьему диаметру. На МЦД-4 35 станций, и из них отреконструировали целых 24. На Киевской части были построены или переделаны Апрелевка, Победа, Крёкшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Лесной городок, Внуково, Мичуринец, Переделкино, Мещерское, Очаково, Аминевское, Матвеевское, Минское и Поклонное. На мой взгляд, самый необычный стал Лесной городок с его целиком белым оформлением. Зимой смотрится волшебно. Белорусскую сейчас активно реконструируют со зданием подземного перехода, куда будут вести эскалаторы. На Горьковской части переделали Курскую, Нижегородскую, Ольгина и Железнодорожную с огромным вестибюлем. Серп и Молот сейчас находятся на ремонте. В остальном очень жду перестройку Чухлинки для теплой пересадки на Первого, чтобы между МЦД-3 и МЦД-4 была теплая пересадка. Самые удобные переходы с МЦД-4 на метро сейчас находятся на Аминевской, Минской, Тестовской, Белорусской, Савеловской, Курской и Нижегородской. А пересадки с Кутузовской, Тестовской и Нижегородской на МЦК тоже весьма удобны. Надеюсь, для кого-то этот обзор новых диаметров стал хорошим путеводителем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Кстати, в первые дни открытия на МЦД-4 раздавали чай и вот такие вот тройки.